В этом видео поговорим про автоматическое управление ставками, а именно про то, с помощью каких стратегий оно осуществляется, какие задачи решают автостратегии и какие автостратегии нужно выбрать для решения ваших задач. Для автоматического управления ставками необходимо выбрать стратегии либо максимум кликов, либо максимум конверсий. Это можно сделать в двух случаях. Первый – это когда вы заводите рекламную кампанию, и в данной ситуации мы говорим про кампании текстово-графические объявления, динамические объявления, а также смарт-баннеры. Второй вариант – это когда вы погружаетесь в редактирование настроек уже существующих кампаний. Отдельно отмечу, что те же стратегии доступны в мастере кампании и в товарной кампании, но там это происходит не напрямую, а через выставление тех или иных настроек, которые доступны в рамках этих стратегий. При автоматических стратегиях используются недельные бюджеты, которые задаются на календарной неделе, то есть либо по умолчанию с понедельника по воскресенье, либо на тот промежуток времени, который вы указываете в настройках вашей рекламной кампании. Автоматические стратегии сами выставляют ставки таким образом, чтобы попадать в ваши целевые значения либо целевой стоимости клика, либо целевой стоимости конверсии, либо целевой долей рекламных расходов. Если вы работаете с конверсионными стратегиями, то для их стабильного обучения необходимо как минимум 10 конверсий в неделю, поэтому задавайте то значение недельного бюджета, который позволит вам обеспечивать этот объем данных. Далее в настройках стратегии необходимо указать счетчик метрики и выбрать те цели, которые настроены в этой метрике и по которым, в свою очередь, будет оптимизироваться эта стратегия. Имейте в виду, что в автоматических стратегиях ставки выставляются таким образом, чтобы чаще выигрывать те аукционы, где выше вероятность получения конверсий, а доход с них максимальный. По этой причине рекомендуется выбирать те цели, которые находятся на нижних этапах воронки продаж, а именно заявки, звонки, заказы и собственно сами продажи. Если же вы не выберете цель, то вместо вашей цели будут использованы вовлеченные сессии, то есть это пользователи, которые могут проявлять какую-либо активность на вашем сайте. На следующем этапе настройок вам необходимо будет выбрать модель атрибуции и в перформанс компании доступно пять штук. Это первый и последний переход, последний значимый, последний из Яндекс.Директа, а также автоматическая атрибуция. Для последнего значимого перехода, последнего из Яндекс.Директа, а также для первого перехода доступна опция кросс-девайса, которая позволяет отслеживать конверсии с разных типов устройств. Данная опция предполагает ситуацию, когда пользователь может зайти сначала с одного устройства, затем вернуться на сайт с помощью другого устройства и в этой ситуации совершить конверсию. Если такая ситуация происходит при включенной опции кросс-девайс, то конверсия пользователя будет атрибутирована к тому клику, который произошел на первом устройстве. Данная опция недоступна в модели атрибуции «Последний переход» просто потому, что так работает сама модель атрибуции. Мы присваиваем конверсию всегда последнему заходу на сайт, но при этом она уже по умолчанию включена в автоматическую атрибуцию. Помимо того, что автоматическая атрибуция может учитывать данные из других устройств, она также еще собирает информацию и о домохозяйствах. То есть, например, пользователь может изначально поискать какой-либо товар в интернете, потом скинуть ссылку кому-то из членов семьи, кто пользуется той же самой домашней интернет-сетью. И если второй пользователь совершает покупку на сайте, то мы эту покупку можем атрибутировать к изначальному клику, совершенному первым пользователем. Для автоматических стратегий выбор модели атрибуции имеет огромное значение, поскольку от выбранной вами модели атрибуции зависит то, сколько конверсий будет собираться каждую неделю по вашей рекламной кампании и по стратегии в частности. Как я уже говорил ранее, для разгона конверсионных стратегий необходимо в среднем получать хотя бы 10 конверсий в неделю, поэтому рекомендуется выставлять те модели атрибуции, которые будут давать наибольший объем данных, и в данном случае такой модель атрибуции является автоматическая. Теперь давайте поговорим о том, какие стратегии, какие задачи решают, и начнем со стратегии максимум кликов. Данная стратегия решает конкретно две задачи. Это удержание средницы на клика или же максимизация количества кликов. Данный выбор возможно совершить через селектор ограничения расхода, где нам будет доступно две опции, либо средняя цена клика, либо недельный бюджет. В первом случае нам нужно будет указать эту самую среднюю цену клика, и тогда мы будем придерживаться этой средней цены. Во втором случае мы среднюю цену не указываем и просто говорим стратегии, что на наш бюджет нужно дать как можно больше кликов. Что же касается стратегии максимум конверсии, то здесь гораздо больше целей, которых может достичь рекламодатель. Во-первых, он может выдерживать либо целевую стоимость конверсии, либо фиксированную, в зависимости от выбранной модели оплаты. Во-вторых, он может просто максимизировать количество конверсий в рамках своего недельного бюджета, выставив ограничение расхода по недельному бюджету. Ну и наконец, в рамках максимума конверсий можно удерживать либо целевую, либо фиксированную долю рекламных расходов. Напомню, что доля рекламных расходов считается по формуле расход, деленный на доход и умноженный на 100%, а это значит, что раз мы в формуле учитываем доход, то этот путь подойдет только тем рекламодателям, которые понимают ценность каждой своей конверсии, либо те, которые могут ее передавать динамически, в частности, например, интернет-магазины. Отдельного рассмотрения заслуживают пакетные стратегии, которые представляют себе те же самые автоматические стратегии, доступные в каждой отдельной компании, только в отличие от них пакетные стратегии распространяют свое влияние сразу на несколько компаний. Пакетные стратегии решают проблему нехватки данных по конверсиям в каждой отдельной компании, поскольку они аккумулируют данные в рамках одной сущности и применяют эти знания сразу по отношению к нескольким компаниям. Пакетные стратегии могут быть созданы двумя путями. Первый путь, когда вы заводите их в отдельном разделе, где хранится весь перечень ранее созданных пакетных стратегий, а также статистика по ним. Второй путь, когда вы просто заходите в настройки любой из существующих компаний и говорите, что теперь в этой компании необходимо использовать в качестве пакетной стратегии стратегию из какой-то другой компании этого же аккаунта. И в этом случае стратегия в другой компании становится пакетной и применяется со всеми накопленными данными по отношению к исходной компании, где сейчас вы находитесь в настройках. Второй вариант более приоритетный, поскольку позволяет распространить влияние уже обученной стратегии на несколько дополнительных компаний и им не придется обучаться заново. Однако помните, что в пакетной стратегии необходимо задавать общий бюджет на все компании, которые к ней принадлежат. И это особенно важно, если вы выбираете в качестве пакетной стратегии уже существующую стратегию в какой-либо другой компании. В этом случае, после того, как вы выберете другую стратегию в качестве пакетной, вам нужно будет сходить в настройки той стратегии и поменять в ней бюджет. Итак, в перформанс-рекламе Директа существует несколько автоматических стратегий. В частности, это максимум кликов и максимум конверсий. Обе могут быть пакетными стратегиями. И для решения задач, связанных с кликами, необходимо выбирать стратегию максимум кликов, а для решения задач, связанных с конверсиями, очевидно, максимум конверсий. Для стабильного обучения конверсионных стратегий необходимо получать в среднем как минимум 10 конверсий в календарную неделю. И для этого необходимо в свою очередь задавать недельный бюджет, который позволит получать этот объем данных. То есть мы берем наш целевой показатель CPA или DRR и умножаем его на 10. Ну а что касается пакетных стратегий, то приоритетный способ заведения – это создание пакета на базе уже существующей компании с накопленной статистикой и большим объемом данных. Это позволит не стартовать обучение с нуля, но и не забывайте про недельный бюджет, который необходимо будет скорректировать, когда вы объединяете несколько компаний в пакет. Напоминаю, нам нужно как минимум 10 конверсий в неделю. Это значит, что ваш недельный бюджет должен либо давать этот объем данных по конверсиям, либо больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!